В краевых средствах массовой информации широко муссируется вопрос о строительстве регионального центра, кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в районе бухты Сысоева. Жителям не стоит беспокоиться. Работа комплекса только обезопасит жизнь людей и экологию. Комментарии главы городского округа Сергея Терентьева. Хранилища, которые накапливались в деятельности ВМФ с 1961 года, они строились и вводились. Одни в 1961 году, следующие в 1970-х годах. Срок службы хранилища заглубленного или подземного 50 лет. За эти годы хранилища, которые первые 1961 года, проведена их реабилитация. То есть исключено попадание в окружающую среду радиоактивных веществ. Но сами они уже срок эксплуатации выработали. И вот дальше, для того, чтобы эти хранилища реабилитировать, и принята концепция о том, что делать не новые хранилища и перезахоранивать, а уменьшать те объемы радиоактивных отходов, которые хранятся в этих хранилищах, и плюс уменьшать те объемы радиоактивных отходов, которые образовались в результате утилизации подводных лодок на звезде, которые образуются при разделке трехотсечных блоков здесь, в Развойнике, значит, уменьшить их объем. Поэтому проект называется не строительство ядерного могильника, а называется региональный центр кондиционирования. Слово кондиционирование, оно многогранно, оно включает в себя и сортировку, и переработку. Какая будет переработка? В Русакоме есть и институты профильные, и умные головы, которые процесс кондиционирования, уменьшения в объемах этих радиоактивных отходов, они заложат в этот проект, заложат в этот проект, и он будет реализован на нашей территории. Это никакое не строительство нового объекта. Это улучшение той ситуации и той обстановки, которая сложилась в нашем городском округе, начиная с момента появления первых атомных подводных лодок. Более подробное интервью с главой городского округа Сергеем Терентьевым о строительстве спецхранилища в районе бухты Сысоева вы увидите в следующем выпуске программы «Наши новости» на канале Тихоокеанского телевидения.